Давай у нас есть как бы вот такое отвлечение, это вечная тема ковид, как он поживает. И я думаю, что вот пора уже заканчивать с этими всеми трагическими воплями о переполненных моргах, об очередях скорых. И не надо теперь больше, больше вот точно чего не надо делать, это не надо больше пугать портретом Онищенко ковид. Потому что если часто ему показывать, то вот точно он мутирует во что-нибудь непоправимое и совсем страшное. А вообще-то на самом деле, что происходит? Вот я понаблюдал за ситуацией, есть прекрасные новости, потому что вирус начинает себя окупать и превращается в, пожалуй, сейчас самый успешный сектор российской экономики. Вот помимо тех состояний, которые делаются на масках и атрибутике, сумасшедшие деньги только в Москве. Оштрафовано 17 500 организаций за нарушение коронавирусных мер. Всего 95 тысяч нарушений юрлицами за последние два месяца. Средний штраф от 300 тысяч до миллиона. Это чертов вирус доходнее якутских бриллиантов. Вот просто вот по бумагам. 174 тысячи нарушений масочно-перчаточного режима и тоже с офигенными штрафами. Если так пойдет дальше, то Россия будет первой страной в мире, которая научится жить на доход с коронавируса. Это же потрясающе. Просто пора понять, что коронавирус никуда не денется. Он прочно войдет в жизнь. Его просто надо признать частью национального, социального и культурного пейзажа. Он действительно прочно войдет в жизнь. Его надо правда признать частью пейзажа. Назвать его именем город. Назвать его именем пару площадей. Партию в Думу. Да просто давайте уже молодец называть. Единая вирусия какая-нибудь будет. Замечательное сочетание. И со временем все перетрется друг к другу. Сольется в такую новую бытовую реальность. Вот ты знаешь, знаменитые выставочные павильоны Винэкспа, где опять развернут ковидный госпиталь. Туда снова смогут вернуться выставки, ярмарки. Выставка тяжело больных, например. Она будет отличным бизнес-проектом. Басте был вот такой вот как раз специальный. Не совсем. На эту тему мы еще поговорим. Или вот смотри, не хватает коек в больницах. Трагически не хватает. Это фигня. Потому что есть Сибур-арена. Грандиозный стадион в Питере. И на поле может разместиться не меньше тысячи коек. Причем койки, я посмотрел сегодня фотографии, можно на поле расставить с учетом интересов и команд, и плановых матчей. Просто так, чтобы футболисты могли бы бегать между койками, стараясь не сбивать капельницы, не обрывать провода ИВЛ. Да, действительно, очень много народу умирает. И это тоже надо понять, что так и будет. Здесь тоже, кстати говоря, можно извлечь определенного рода пользу, перестать рисковать гениталиями футболистов, немножко переписать правила и строить стеночки для штрафных из тех ковидников, которые уже направляются в морг. То есть перспективы огромные.